Привет, я Даня Поперечный и сегодня будет необычное видео. В преддверии выхода консолей нового поколения я решил вспомнить и рассказать вам о самых главных играх в моей жизни. Об играх, которые сильнее всего на меня повлияли, которые частично сформировали мое чувство юмора и которые присутствовали параллельно моему взрослению. В целом игры для человека, который родился в мое время, это очень важный пласт жизни. Все мальчишки моего поколения очень сильно хотели играть, а нам запрещали, не понимая, как это повлияет на нашу психику, считая, что игры это хуйня собачья и тратить на них время не надо. И параллельно показывая по новостям заграничные сюжеты о том, как в Америке очередные адвокаты подают в суд на очередную GTA. Короче говоря, был период, когда я играл вообще во все, что мог достать и что тогда выходило, но я расскажу вам о самых важных и самых теплых моему сердцу игровых шедеврах. Да, сейчас будет реклама новой PlayStation 5, которая выходит уже 19 ноября, но разве новой плойке нужна реклама? Давайте по-честному, даже если бы у меня не взяли эту интеграцию, я бы все равно оформил предзаказ. Это ж новая PlayStation! Ведь это самая новая супер-плойка пятого поколения. Сверхскоростной SSD обеспечит вам, именно вам, молниеносную загрузку. Это невероятно быстро. Часто это слышу, но да ладно. Объемный звук, изображение в 8К и обратная совместимость. Это как если бы все ваши бывшие были бы не против... Что? А, это мы не можем говорить, да, в эфире? Это значит, что вам не придется заново покупать уже купленные на PS4 игры, потому что они будут идти уже и на новой! Не знаю, как вы, а я очень люблю экономить деньги. А вот такого я уже давно не слыхал. Выходи за меня. Ну и, конечно же, новые эксклюзивы, которые вы прямо сейчас видите на ваших экранах, которые будут доступны прямо в день запуска. И сколько же это будет стоить? Вы будете ошеломлены! Только сейчас и только сию секунду вы можете приобрести PlayStation 5 с Blu-ray дисководом за 46 999 рублей! Это просто фантастика! Но подождите. Если вы уже больше миллиона лет не держали в руках диск с игрой, а все крупные релизы покупаете в PS Store и скачиваете по интернету, ребята из Sony позаботились и о вас. И знаете, во сколько обойдется вам диджитал-версия новой самой лучшей приставки, по моему мнению? Нет, не угадал! 37 999 рублей! Они просто взяли этот дисковод и выкинули его, сэкономив тебе, дорогое существо, идентифицирующее себя как геймер, кучу бабла. Не знаете, что подарить вашему молодому человеку на Новый год? Подарите ему новую PlayStation, но не на Новый год, а в ноябре, и он ваш! От такой плойки и я бы не отказалась. Ну да, разбежалась. Итак, начнем наше путешествие. Начнем с самой первой, наверное, игры в моей жизни, это Чип Эдэйл 2. Помимо того, чтобы ввести меня в мир гейминга и очаровать навсегда, оранжевый картридж с игрой еще и развивал мои легкие. Надо было все время на него дуть. Кстати, навык дуть остался со мной по сей день. Первая же моя игра была рассчитана на прохождение вдвоем, то есть это был кооп. Она мне пиздец как нравилась, но самая главная залупа заключалась в том, что я не мог пройти дальше определенного уровня. По-моему, это типа на третьем или на четвертом уровне я всегда сыпался. Я просил пройти папу уровень, который у меня не получалось пройти, но проблема была в том, что папа не мог пройти даже те уровни, которые я мог пройти. И в целом эта игра научила меня наслаждаться первыми двумя уровнями, забив хуй на то, чтобы доделать дело до конца. Возможно, именно поэтому некоторые мои проекты загибаются после двух-трех серий. Потому что, ну, учитесь наслаждаться тем, что получается сделать. Эта игра вышла в 93-м, но я понятия не имею, в каком году она появилась у меня. Но я помню, что я был супермаленький. Примерно в это же время в нашей семье появился стационарный компьютер. И первую игру, которую установил папа на этот компьютер и дал мне поиграть, была рыбка Фредди. Это первая компьютерная игра, в которую я играл. Это был квест. Сама игра вышла в 1994 году, в том же году, в котором я родился. Вряд ли я играл годовасиком. Просто, видимо, именно эта часть была скачана для меня. Игра называлась «Рыбка Фредди. Дело о пропавшей раковине». И все, чем ты там занимался, помогал другим, вроде как. И это, кстати, я сейчас вот пересмотрел прохождение. Охуительно красочная и интерактивная игра. Типа, ты мог кликать вообще на все вещи, которые находились на экране, и они все были интерактивные. Она до сих пор выглядит неплохо. Я сегодня пересматривал геймплей, и чувства потрясающие. Как будто ты увидел что-то супер родное, почему очень соскучился и чего не видел лет 25. Спасибо, что вы получили флору, Сэм. Это ваша вещь, Фредди. Либо, знаешь, правда, трепет такой, короче, как будто ты в квартиру, в которой вырос, приехал, которую любишь. Очень приятно. Эта игра учила меня тому, что даже если ты рыба ебаная, надо всем помогать. А также приучила меня к формату квестов. И следующей моей игрой примерно в этом же жанре, когда папа понял, что мне это понравилось и по зубам, и я потребовал еще, были братья-пилоты по стопам полосатого слона. Эта игра вышла в 97-м, и, по-моему, она у меня на компе оказалась примерно в то же время, что и рыбка Фредди. Эта игра была уже гораздо сложнее, и я не уверен, что я ее прошел, потому что, бля, братья-пилоты, помимо того, что они были довольно взрослым квестом, они были очень требовательны к трехлетнему ребенку, или сколько мне тогда было. Я, правда, охуевал. Я не всегда мог простроить логическую цепочку в русском квесте. Типа, то, что в рыбке Фредди удавалось наугад интуитивно, здесь я, ну, мне реально надо было делать детективную работу. Я не уверен, что я был готов к этому. Когда папа увидел, что я не справляюсь с работой детектива и больше психую, чем получаю удовольствие и развиваюсь, папа попробовал предложить мне немного другой жанр. Он установил мне игру от Epic Games, которая называлась Unreal Tournament, которая вышла в 99-м году. Это был сетевой шутер, который просто взорвал мне мозг, потому что во всех играх до этого я кому-то помогал, а здесь мне предлагалось кроваво убивать разнообразнейшими способами других игроков, которые играли онлайн в совершенно фантастических локациях будущего с охуевшим саундтреком. Вы просто послушайте. Кстати, на удивление, Quake 3 Arena пришел в мою жизнь очень поздно, ну, типа, гораздо позже, чем он был, чем, ну, когда он вышел, вот. Но я все еще могу вас выебать там. Я все еще могу вас выебать там. Это единственная игра, в которую я возвращаюсь, и скилл никуда не девается. Велосипед и Quake 3 Arena. Все остальное, если я месяц этим не занимаюсь, испаряется из меня, кроме этих двух вещей. Теперь Unreal это движок и штука, благодаря которой снимает Мандалорца, а Epic Games... К этому мы еще вернемся. Я не знаю почему, но одна из ярчайших игр, которая прям отложила во мне след... Блядь, так плохо звучит. В целом, да, был хорватский шутер Серьезный Сэм. Duke Nukem прошел абсолютно мимо меня, это, видимо, был очень западный релиз. А вот трэшовый, абсолютно ебанутый Серьезный Сэм с извращенным юмором прям... Он что-то со мной сделал, что я всегда вспоминаю Серьезного Сэма как одну из своих любимых игр. Хотя, блядь, ну не знаю. Я помню, что мне в детстве снился мужик без головы, который орет и бегает со мной, у которого бомба в руках. Наверное, именно изобретательность безумия, происходящего вокруг, оставила след во мне. И полюбилась мне так сильно, потому что я ничего подобного до этого не видел. Я прям помню, как я такой... А, то есть можно... Можно делать ебануто. Ха, интересно. Там уже пошел период, когда я начал потреблять вообще все игры, до которых могли добраться мои руки и... Которые можно было найти в Воронеже. Всякие Need for Speed'ы и так далее. Они мне, конечно, нравились. Но одна игра прям вспоминается мной как чуть ли не произведение искусства. Мало того, что это была, наверное, первая стратегия, в которую я поиграл. Так она еще и была супер артхаусная. Это был симулятор бога Black & White. Игра, в которой ты управляешь рукой. Ты божество, которое решает проблемы в деревушке. И у тебя есть огромное животное, которое ты выбираешь, о котором ты можешь заботиться. Которое ты можешь бить или гладить. И в какой-то момент квесты и ухаживание за вот этим животным начали прям прокачивать во мне эмпатию. Потому что сначала ты, естественно, балуешься с физическим движком игры. Хватаешь людей, выкидываешь их нахуй за пределы карты. И смотришь, как они орут и как красиво разлетаются. Ты пробуешь шлепать свое животное по ногам, чтобы оно падало. Просто, чтобы потестить движок. Но потом ты видишь его грустные глаза. И понимаешь, что нельзя бить животных. Даже, блядь, не настоящих. А самое интересное, что некоторые из вот этих малюсеньких моделек. Типа людей, у которых даже пальцы не были прорисованы. Настолько были хорошо и глубоко прописаны как персонажи. У них были настолько интересные квесты. Что ты реально начинал им сопереживать как полноценным, очень объемным персонажем. И был очень вовлечен в их проблему, которую тебе надо было решить. Так я впервые познакомился с работами Питера Мулинье. Но еще ничего о нем не знал. Кто бы мог подумать, что этот мужик еще раз очень сильно на меня повлияет. Но об этом попозже. У моего друга в тот момент появилась PlayStation. Это, кажется, был 2000-2001 год. И я жуткий фанат Человека-паука. Я играл во все игры про Человека-паука. Я играл даже в ебанскую игру по Amazing Spider-Man 2, которая вышла по фильму. Отличная Ultimate Spider-Man. Была неплохая игра даже по первому Человеку-пауку, у которого снял Сэм Рэйми. Которая крашивалась у меня в одном и том же месте на всех компьютерах, на которые я устанавливал мой битый диск. И я не мог пройти дальше определенного места. Это были тяжелые времена, где нельзя было скачать никакой патч, ничего. Когда мы включали интернет, у нас вырубался телефон. Вы не знаете, о чем я рассказываю. Это были тяжелые времена. До сих пор, даже пройдя потрясающую Marvel Spider-Man на PlayStation 4, которая вот только-только недавно вышла и продолжение, которое про Майлзу Моралеса сейчас выйдет на пятую, самая лучшая и теплая для моего сердца игра — это Spider-Man на PS1. Наверное, сложилось так, что эта игра появилась ровно в эпицентр моего обожания Spider-Man, и она была очень похожа на мультик 94-го года, который тогда крутили по Fox Kids. Я помню, что в русской локализации была абсолютно ебанутая озвучка, очень странная, но оттого ей близкое сердце. Там прям... Это тварь. Да, да. Нет, это в мультике, а в игре там вообще ебнешься. Там иногда какая-то такая срань вылезала, просто пиздец. Да, только будь осторожен, Spider. Мне милы до сих пор даже вот эти механики цепляния паутиной за небо и риторика игры «Пол — это лава», когда тебе нельзя падать вниз, потому что нет столько оперативки, чтобы прорисовывать вниз, и ты умираешь. И боже мой, какой охуевший саундтрек! Ты переслушивал, чувак? Вот под это я готов тусоваться всегда вообще. Это суперкислота с гитарными запилами. Я думаю, многие из вас вспомнят это музло. Оно играло, когда тебе надо освободить заложников из банка. Все механики, которые есть сейчас в играх про Человека-паука, там были. Раскачивание на паутине, разные виды стрельбы паутиной, собирание комиксов, разные костюмы для Питера Паркера. Вау! Нам с пацанами так нравилась эта игра, что мы на основе нее играли во дворе друг с другом. Мы выбирали друг другу персонажей. Кто-то был там с Скорпионом, кто-то Джон и Джеймсон, кто-то Пауком. И разыгрывали сценки. Это потрясающее произведение. Доктор Осьминог, охваченный симбиотом. На, лучший злодей Марвел, я считаю, до сих пор. Но хватит о моих дрочерствах на супергероев. Перейдем к игре, которую я считаю, ну, настолько шедевральной, что если бы сейчас в нее можно было вложить денег на краудфандинги, чтобы сделали ремастер с пиздатой графикой, или хотя бы просто улучшить ту, я бы вкинул очень много бабла. В русском переводе она называлась Волк, овце, не собака. А в оригинале она называлась Ship Dog and Wolf. Это игра по вселенной Унитюнс, где ты играешь за койота, который всегда пытался поймать синюю птицу. Но в этой игре тебе нужно воровать овец из-под носа у злой собаки на разных уровнях с помощью смекалки, стелса и разнообразных примочек, которые ты заказываешь в акме. Игра начинается с того, что знакомит тебя с механикой, как именно ты можешь воровать и приманивать к себе овец. И как только ты думаешь, вау, какая изобретательная и интересная игра меня ждет, сюжет делает твист. И оказывается, что главный герой Койот участвует в реалити-шоу Ship Dog and Wolf, которую ведет Даффи Дак. И каждый уровень это отдельный эпизод, где тебе надо пройти сложнейшую головоломку, чтобы достать овцу. И с каждым уровнем изъебистость становится все сильнее, сложнее, изощреннее. И это прям очень прокаченный и очень долгий геймплей. Если вы ни разу в это не играли, я прям советую вам сейчас установить в любом виде эту игру и попробовать, потому что это потрясающе. Игра очень круто и сложно прописана. Это интересная трехмерная адвенчура-головоломка, которая пробудила во мне любовь к стелсу. Обязательно поиграйте в нее. 2001 год. Год, когда вышел Макс Пейн. И, конечно же, у всех лопнули жопы пацанов, потому что что это, ебать? Прыжки в слоумо? Блядь, я, наверное, случаев сосчитать не могу, сколько раз я видел и сколько раз я сам пытался прыгать так же, как Макс Пейн зимой в школе, на уроках, с парты на парту. Это был год, когда все пиздюки страны делали так. И отшибали себе нахуй все конечности. Но это было потрясающе. Такого нуарного повествования, такой гранжевой игры я до тех пор не видел. Она была потрясающе стильная, драматичная и глубокая. Я уж не говорю про охуительный геймплей, который просто не давал оторваться. В 2001 году мне сколько было? Семь лет. И меня окунает в историю про месть, за убийство жены, про драгдилеров, про зависимости. Я думаю, что меня волновало только прыжки в слоумо, честно говоря, и ебало главного героя. До этого я не знал, что игра может быть такой стильной, жестокой и главное, драматично прописанной. Но так как я люблю контрасты, естественно, после такой драматичной игры мое сердце должно было захватить что-то легкое и веселое. И продолжая мою любовь к тыкательным квестам, в 2003 году у меня появляется «Как достать соседа». Бля, без приколов. Я в этой истории увидел неделю назад, что появился ремастер «Как достать соседа» и купил ее, и начал в нее играть. Как понятно из названия, если кто-то из вас вдруг не играл в этот шедевр, это тыкательный квест с элементами стелса, где ты играешь за чувака, который делает подлянные пранки соседу, который его достал. Чтобы вы понимали, я так сильно ее любил, что я себе сделал настольную версию этой игры. Я сам себе ее нарисовал. У меня был ватман, на котором я нарисовал квартиру этого соседа, вырезал соседа, Вуди в разные прикольчики, типа подушки-пердушки, пилы, и делал, я реально сделал мануальную версию, типа настолку, чтобы играть самому, даже не с друзьями. Я просто, мне так нравилась эта игра, что когда мне говорили, все, хватит играть в компьютер, я выключал компьютер и играл бумажками в то же самое, что играл на компе. Игра пиздец как меня смешила, она развивала мое тактическое мышление. Честно говоря, была жестковата. Конечно, я тогда воспринимал козни и Вуди соседу как что-то наподобие Тома и Джерри. Я вот сейчас смотрю, этот человек делает другому человеку плохо. Некоторые из пранков, которые делал Вуди, они в целом смертельны. Наверное, игра пыталась мне сказать, что иногда хулигана надо проучить, и это явно во мне отпечаталось и осталось. Однако видно было, что сосед ничему не учится, и Вуди просто издевается над ним. Это сейчас, конечно, воспринимается не так. В целом, похуй! Была потрясающе стильная игра, которая определенно повлияла на мое чувство юмора. И вот в 2004 году Питер Мулинье врывается в мой анус и разбивает там палатку, выпуская игру под названием Fable. Приключения с магическими существами, мечами, фаерболами, редкими доспехами, и разнообразные, охуенно прописанными квестами это все, что нужно было пацану моему возраста в то время. Игра начинается с того, что какие-то злодеи сжигают твою деревню, и ты поступаешь в какую-то гильдию, которая тренирует тебя быть... не знаю, главным героем. И в этой игре я впервые увидел фишку с тем, что твои решения внутри игры не только влияют на ее финалы и прохождение, на ее сюжет, но и в том числе влияют на то, как ты внешне выглядишь. Потому что если ты делал очень много плохих решений, злых, ты прям, ну, ты выглядел как уебок, и тебе позволялось носить определенные доспехи, а определенные не разрешалось, потому что, типа, это доспехи для добрых чуваков, а ты уже стал злым. И наоборот, эта игра научила меня, что если принести денег в церковь, твоя карма улучшается. Этому меня научила Фейбл и бабушка. В целом, игры Питера Мулинье были революционными на то время. Во всех журналах его описывали, как Стива Джобса мира игр. И он и сам очень часто делал заявления такие, очень одиозные. У него были пробросы, где он говорил, в новый Фейбл, если вы ударите мечом по дереву маленькому, спустя три года вы придете на то же место, и это будет большое дерево с вашей же отметиной. И это звучало как, вау, нихуя себе. Потом ты такой, а нахуя? А потом разработчики такие, нет, Питер, у нас не хватит оперативки на эту хуйню, давай лучше что-нибудь другое сделаем. И по-моему, сейчас его карьера закончилась. Я не знаю, имеет ли он отношение к новой Фейбл, которую заанонсировали, но я помню, что его студия, она по-моему, закрывалась. Не знаю, где он сейчас, но на то время он был просто пиздец каким красавчиком, и Фейбл, наверное, одна из самых любимых моих игр. И я очень-очень много лет искал что-то подобное. И однажды нашел. Но это попозже. Конечно же, не могу не заикнуться о потрясающей Half-Life, которая вышла в 98-м году, но я, честно, не могу вспомнить, в каком году я играл в нее. Я тщетливо помню, как я охуел от того, в какую атмосферу меня погружают, и что помимо отличной пострелухи я улавливаю просто какой-то небывалый до этого сюжет, который меня очень интересует на тот момент, хотя я супер пиздюк. Естественно, вторая Half-а, когда вышла в 2004-м, она трахнула меня. Это не преувеличение. Гейб Ньювел сунул мне в рот пенис, и я сказал, пожалуйста, я готов ждать сколько угодно. И он сказал, будешь. И я ждал. Конечно, наверное, сейчас уже нет смысла говорить о том, почему Half-Life 2 была революцией, движок Сурс, это... Моя рецензия на Half-Life 2. И здесь мы перенесемся в 2007-й год. Я до сих пор не рассказал, как именно я покупал игры в то время, а это было достаточно потешно. В Воронеже на тот момент было такое место возле детского мира, оно называлось Пиратский рынок. Оно было вот здесь. Это была небольшая улица, где по каждой из сторон стояли такие стенды. И это был рынок с пиратскими дисками, с кучей игр и софта. Там можно было купить игру, но гораздо интереснее было приехать туда со своим каким-то диском и обменять на что-то другое. Новенький диск без царапин, с какой-нибудь пиздатой игрой можно было выменить на 2, а то и 3 каких-нибудь похуевее. А диск с хуевой игрой или с нормальной, но очень покоцанной позволял лишь сбить цену на какой-нибудь хит. Поэтому геймерство в целом вынуждало меня прокачивать красноречие, потому что приходилось сбивать цену на развалах. Моя бабушка шарила на обычных рынках, когда ее пытались обвесить или втюхать ей какую-нибудь неправильную свеклу, а это был рынок, где шарил я. Я пятиклассникам приходил и спорил с огромными типами о том, что не, братан, на этой игре уже 3 года, нахуй, давай мне вместе с ней еще что-нибудь. Рядом на тот момент уже работал магазин с лицензионными дисками, но я все еще по привычке ходил на пиратский рынок, чтобы люди, завидя какой-нибудь классный диск у меня в руках, были настроены на то, чтобы рассказать мне, чего новенького вышло и чего у них есть поинтереснее. Ну и в целом с этими продавцами было о чем поговорить, они шарили в играх, потому что им надо было знать, что они продают и было видно, что они играют в них и большинство из них сами и делали, блять, эти болванки. И когда я увидел у них Orange Box, я подумал, что это какая-то пиратская хуйня в стиле. Шесть в одном все GTA плюс, блять, модификации. Но потом я узнал, что это такое и это был потрясающий релиз. Это был диск, в котором находился Half-Life Episode 2, по-моему, Team Fortress 2 и Portal. И каждая из этих игр была ебаным шедевром. Тогда уже вышел Steam и я боюсь представить, сколько часов, да каких часов, сколько дней я играл в Team Fortress 2 и Left 4 Dead. Проверить я это никак не могу, потому что у меня трижды воровали аккаунты в Steam и я трижды шел и покупал Orange Box заново, потому что это было потрясающе. А интернет у меня был не настолько быстрый, чтобы купить онлайн и скачать просто это себе в Steam. Team Fortress 2 была, наверное, моей самой любимой игрой на тот момент, потому что я никогда не был фанатом Counter-Strike, но все время играл в него в компьютерных клубах. И Team Fortress 2 был настолько стильно сделан, там был такой потрясающий саундтрек в стиле суперсемейки, еще и графон был похожий. Ну и в целом лор вселенной держал меня очень долго, все эти ролики раскрывающие персонажи, все эти разные способности. Team Fortress 2 до сих пор, я даже недавно включал, все еще играется замечательно. Это был период, когда во все из этих игр мы играли с Димой Меншиковым, которого вы, скорее всего, знаете, как Nightwave Error, автора Школы 13 или для совсем ньюфагов автора Игра Оргей. И кажется, мы одни из первых начали снимать летсплеи в стране, но мы не знали, что это так называется. Мы просто играли в Left 4 Dead 2, который вышел в 2010-м и выкладывали наши двухчасовые кампании, где мы на фоне несем какую-то хуйню ВКонтакте или на Ютуб. Мы несли полную залупу. Это отвратительно сейчас переслушивать, это прям стыдно. Но нам было весело, но несли полную хуйню. Дядя с большой рукой. Что это баба тут танцует? Чего он дерется постоянно? Я ни с кем не дерусь. Я не о тебе. Полнейшую. Я кусок пересмотрел, я там так, так странно звучу. Но я прям пиздюк и я пытаюсь выдавливать шутки, братан. Это так плохо. Никогда не задротил в MMORPG типа World of Warcraft. Но надо признаться, был грешок, когда я хуярил Володой онлайн. Не горжусь этим, но карты на стол. Это был странный период в моей жизни. Это была инициатива бывшей. Я такой, вау, девушка хочет играть со мной в онлайн-игру. Мне было похуй в какую, пока я не понял, во что она меня втянула. Я этим не горжусь. В то время все задротили по журналу Игромания, но я почему-то выбрал для себя моим журналом лучшие компьютерные игры. И мне кажется, что очень большую роль в этом сыграл рассказы про бета-тестеров, которые писал чувак под ником Призрак. Кстати, насколько я знаю, сейчас об этом авторе ничего не известно. Он вот как назывался, Призрак, и как закончил писать эти рассказы, он испарился. Как Призрак! У-у-у-у-у! Эти рассказы выходили в этом журнале начиная с декабря 2004-го, и я их обожал. Сюжет был в том, что в 2041 году гейминг шагнул настолько далеко вперед что существует очень клевое погружение в игровой реальности типа виртуальной реальности и группа профессиональных бета-тестеров играет в эти игры и ищет ошибки и эти рассказы очень сильно повлияли на мое чувство юмора мне очень сильно нравилось он там был не нарочитый он там был ситуационный и я я влюблен до сих пор в них и именно в этих рассказах я узнал о том что такая профессия в целом существует именно благодаря этим рассказам когда я в 16 лет узнал что со мной на скалолазание ходит чувак который работает gc games world который делает stalker я додумался спросить у него йоу а вам не нужны тестеры на новую игру так впервые в моей жизни я приложил руку к созданию игр помимо того чтобы играть в них я стал работать тестером gc games world над сталкером чистое небо это вторая часть она вышла в 2008 году но я играл в нее весь 2007 у меня почему-то тогда был ник робо наверное я внутри чувствовал что это все-таки работа прежде чем развлечение был потрясающий опыт сразу после школы я ехал в офис gc games world и играл в игры устроиться на эту работу я решил тогда потому что мне хотелось купить новую пи спи и мне было так стыдно просить у мамы деньги на нее видео как она зашивается на работе что я такой ну блять найду сам работу и нашел лучшую работу которую можно представить атмосфера игр stalker навсегда в моем сердце я имел честь видеть какие-то концепт арты которые никто не видел художников которые ездили в припять и рисовали какие-то там локации типа рыжего леса лиманской так далее я был фанатом первой игры и когда меня допустили к довольно юном возрасте к разработке все таки как у какой-никакой новой части я с трепетом в сердце копался в файлах игры в артбуках художников которые лежали у нас на сервере люблю уважаю надеюсь что stalker 2 сделать не на том же движке которые все до сих пор блять у них там же главная проблема была в том что они нахуй написали как вот тот движок самый первый так они его ебали до момента пока это все не загнулась а я говорил я кстати ходил главе gc game world у меня были идеи я я где наивно такой у меня есть идеи как улучшить stalker и каково было мое раздосаживание бомбление пердака когда именно эти идеи были использованы в метро в игре метро естественно я не считаю что у меня кто-то взял просто я такой вот здесь это использовано здесь работает охуенно ну надеюсь что stalker 2 будет нет даже не так надеюсь что stalker 2 будет одна из идей было полностью убрать худ что все должно быть внутриигровое как метро сделали на часах на вот эту хуйню я предлагал сделать историю с тем что надо спать с тем что надо менять фильтры на противогазах предлагал историю с тем что все время нужна питьевая вода и чтобы по карте были раскиданы колонки где-то она будет радиационная зараженная где-то родник речка типа такая где-то надо купить у продавца ну короче моим основным предложением было взять какой-то другой движок потому что тот захлебывался там было прям очень видно 2008 год это был год когда мы с моими одноклассниками и друзьями ходили в компьютерный клуб и играли не в контру а в вархаммер 40 тысяч даун оф ворс аулс торм очень усиленно было очень много релизов которые я бы хотел отметить я обожал сплинтер села это просто потрясающая линейка игр жаль что она сейчас загнулась или находится в спячке я бы очень хотел еще поиграть за сэма фишера потому что высокотехнологичный стелс такого уровня мне очень нравился естественно мне нравился хитман когда он только появился это было потрясающе очень изобретательно мне нравились игры где ты можешь быстро переключаться с обычного шутера в какой-то стелс стратегический режим мне очень нравилась стратегия его джиниус но она была очень здоровская я очень большой фанат фоллаут но настоящие фанаты фоллаута наверное меня сожрут с говном потому что я не играл в первую во вторую части я влюбился фоллаут начиная с 3 то есть мне очень нравилась версия 3 лица мне очень нравилась стилистика ретро футуризма мне нравились квесты я обожаю квесты которые хорошо талантливо прописаны и только я вот подумал что ну кажется вот это моя любимая игра видимо фоллаут мне очень нравится как вышел седовласый чувак с двуручным мечом и отрубил мои губы тянущиеся к фоллауту потому что ведьмак 3 наверное на данный момент моя самая любимая игра это единственная игра в моей жизни которую я прошел на сто процентов и кровь и вино и дикую охоту и что-то блять что там еще было к это был еще аддон я даже все эти блядские объявления в деревнях прошел потрясающая славянская атмосфера вот этих мифических существ охуенный сюжет выстроенный на книгах я думаю знатно упрощенный потому что насколько я знаю книги про ведьмака очень политизированы но мне нравится как она упрощена и что мне выебало голову движок который шевелит губами под разные озвучки это настолько работало на погружение что просто пиздец маты в игре гном который материться русским матом в польской игре и его губы шевеляться под русский мат бля это так погружала во всю атмосферу поганая рана нарвался на утопца от тебя и до диапазон квестов от супер сложного спасения дочери короля до квестов где ты нажираешься своими друзьями и звонишь в женских платьях каким-то магом это было охуенно сиди project red ворвались в мое сердце поселились там и все время переносит киберпанк ребята конечно же half-life алекс half-life всегда были революционны в своем деле первая half-life привнесла сюжет в игры вторая невероятный движок и я всегда думал что третья должна быть чем-то революционным и логично было предположить я всегда так и думал что третья half-life а будет в виаре до half-life алекс это не 3 half а но как бы 3 я настолько хотел поиграть в нее с оригинальными контроллерами валв индекс который на calls называется их настолько нигде не было что меня наебали на 100 кусков на авито блять я был так опьянен призрачной возможностью завтра же получить этот шлем и поставить его дома что не заметил что ссылка на сайт где надо произвести оплату она немножко неправильно для человека который везде поставил двухфакторную верификацию у которого супер паранойя на тему слежки это было блять вот как я люблю half-life я так тряса и так хотел что сделал какого-то уёбка который судя по всему живет в эмиратах богаче узнать почему я узнал что он живет в эмиратах недавно один комик отметил меня на чате где его пытались развести на авито точно так же и он выложил переписку с этим типом я комик он такого поперечного знаете да он у нас 100 тысяч развели я такой а это вы вы всем рассказываете он блять я сам рассказал главная игра в моей жизни на данный момент это ford night я играл в нее еще когда там не было королевской битвы и не знаю кстати может быть она и была простая игнорил но я проходил ее сюжетную кампанию я вновь играю с друзьями многопользовательский шутан используя его как повод и площадку для общения самое главное на фоне пока мы месимся обсудить творческие планы какие-то идеи и просто узнать как у кого дела пока мы весело проводим время играем до сих пор и каково же было мое сегодня удивление когда я вдруг осознал что epic games спустя 20 лет вновь подсадили меня на свой многопользовательский шутан не сказал бы что я расстроен продолжайте это делать ну и игры действительно для меня очень важны я наконец-то действительно дорос до того чтобы хоть немножечко хоть чуть-чуть прикладывать свою руку к шедеврам которые я обожаю когда вышла 1 last of us я влюбился и когда у меня появилась возможность принять участие в озвучке last of us 2 я естественно сказал да конечно же пожалуйста погоди постой постой это же бред какой это прямой приказ нет давайте допросим ее выясним что она насрать на это все ты видел что она сделала да ты же понятия не имеешь сколько их тут может быть а вдруг это я озвучил того типа которого вы все убили да будет смерть быстрый и возможно я поучаствую в озвучке еще одной игры которая мне тоже очень заведомо нравится и близка сердцу это был дань и поберечь на и небольшое путешествие в игры которые повлияли на меня и которые делают сердцу пишите в комментарии какие может быть не очевидные игры делают так вам самые важные игры в вашей жизни мне будет очень интересно почитать потому что ну я был сегодня приятно удивлен тому какие иногда не очевидные игры вскакивали в моем сознании хочу знать ваши о психонавты еще прикольная была игра блять вот это было здорово там по-моему вышло продолжение но она вроде бы говно но первые психонавты короче жду ваши игры в комменты подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравилось это видео я рад пока